Ярославцы будут проходить диспансеризацию по-другому. Из процедуры исключили ряд стандартных анализов и добавили новые. Более эффективные. Нина Колтина с подробностями. Такое понятие, как диспансеризация, россиянам знакомы с 2013-го. Именно тогда в стране ввели процедуру. За пять лет ее прошло больше 700 тысяч жителей региона. Практически у каждого десятого выявляют заболевания. На первом месте болезни системы кровообращения, на втором эндокринные системы. Замокает тройку онкология. Именно таким заболеваниям в этом году уделят максимум внимания. И большинство пациентов не понаслышке знают, как это важно. У меня попа умер от рака желудка. Из перечня исключены общий анализ мочи и крови, УЗИ брюшной полости. Вместо этого скрининговые методы исследования. Врачи проверяют уровень холестерина, глюкозу при желании пациента, тест на ВИЧ. Упор сделан на методы диагностики, которые помогают выявить рак на ранних стадиях. За небольшой период этого времени, который мы имеем, январь-февраль, у нас прошло более диспансеризацию в работе уже двух тысяч человек. И каждую неделю положительных реакций кал на скрытую кровь, вот новым высокочувствительным методом, где-то 10%, который пациентов требует как раз до обследования второго этапа на выявление заболевания онкологии колоректального отдела кишечника. Такие исследования проводятся раз в два года. И это тоже новшество. К ним относится мамография. Во второй поликлинике для этого установили новый цифровой аппарат. Теперь не нужно проявлять пленки. Снимок сразу поступает на компьютер лаборанта. Пройти процедуру теперь можно в два раза быстрее. Все автоматически. Там было вручную. Нужно было контролировать, регулировать, чтобы не передавить. И правильно зажать. Здесь все. Аппарат умный сам делает. Сам поворачивается. В двух проекциях снимается каждая грудь. Раньше в одной было. Все исследования и осмотры можно пройти не более, чем за два дня, говорят врачи. Пациенты подтверждают. Они сразу явочки дают направление. Тут же вот я с утра попала туда, они сразу мне все явочки дали. Я все кабинеты в один день обошла. Диспансеризация проводится каждые три года. Пройти ее может любой житель области, достигший 21 года. Флюорография, КГ, ПСА для мужчин, осмотр терапевта и так далее. Это первый этап. При необходимости направляют больного уже пациента на второй этап, где проводится углубленное обследование и устанавливается окончательный диагноз. Информацию о том, когда можно пройти диспансеризацию, размещают на стендах, поликлиниках и на сайтах лечебных учреждений. Также страховые компании практикуют СМС-рассылку. Чтобы пройти обследование, нужно обратиться к своему терапевту. Нина Колсина, Алена Стецук и Василий Мосин. Новости города. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова